Они уходили одна за другой с интервалом в шесть дней. На пути к Венере обе автоматические станции исследовали физические процессы, протекающие в космосе. Венера-9. За двое суток до входа в атмосферу планеты вот так отделился спускаемый аппарат. Ученые знали, нелегким будет спуск, перегрузки, температура больше десяти тысяч градусов. Поэтому, готовя полет, особое внимание обращали на подбор материалов для тепловой защиты. И она не подвела. После аэродинамического торможения в атмосфере бортовая автоматика включила парашютную систему. Впервые за время снижения на парашютах был проведен комплекс исследований облачного слоя Венеры. Парашюты сменялись парашютами, пока, наконец, на 50-километровой высоте не пришла пора вступить в действие новому оригинальному тормозному устройству зонтичной конструкции. Устойчивость конструкции была тщательно отработана до полета. Сначала в аэродинамической трубе. Потом в гидроканале. И вот посадка. 53 минуты спускаемый аппарат вел исследование на поверхности Венеры, несмотря на температуру, при которой плавится цинк, олова, несмотря на давление около 100 атмосфер. Тё повторилось снова. На далекую планету доставила спускаемый аппарат станция Венера-10. Обе автоматические станции продолжают орбитальный полет вокруг Венеры. Как символ нашей очередной победы в космосе, они несут вымпелы с барельефом Ленина. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин